Всем привет, друзья! С вами Антон, и я начинаю проходить игрушку The Elder Scrolls Skyrim. Выбрал я персонажа лесного эльфа. Он отлично управляется скрытыми талантами, отличный карманный воришка и прирожденный убийца из лука. Я себе прокачал уже талант-скрытность до 100 очков с помощью такого глюка в игре. Перед тем, как выйти из вот той пещеры, которая находится впереди, мой напарник мне сказал, что иди первый, я тебя прикрою. Он присел на корточки, я сзади него присел на корточки, взял перед этим кинжал, выставил уровень сложности легендарный для того, чтобы у него появилась куча очков в жизни. И просто бил его кинжалом до того момента, пока у меня не набралось 100 очков скрытности. Так что 100 очков скрытности я прокачал. Теперь я по максимуму скрытый парень. И поэтому сейчас можно уже, в принципе, по чуть-чуть проходить на скрытом стелс-уровне. Я хочу пройти игрушку максимум по стелсу. Это будет очень круто, потому что... Это ветреный пик. Когда я был мальчишкой, мне про него снились кошмары. Как драугры ночью спускаются с горы... Потому что до этого я еще не проходил уровень... На скрытом... Точнее, эскарим я вообще не проходил на стелсе. Я брал себе норда или бретонца и полностью проходил как танк. Пушил, танчил, рубил, мясо убивал. А сейчас захотелось как-то поиграть еще в эту игрушку. И сейчас я подойду к камням-хранителям и выберу... Камень вора. Я нажимаю Е, знак вора. Благословенный знак вора на 20% быстрее изучает все навыки, связанные со скрытностью. Окей. Принимаем этот знак. Он у нас активировался. Я перед этим подобрал еще лук. Тоже там в пещере, так как я буду качать и лучника одновременно, и скрытость. Скрытость, скрытые таланты и двуручное оружие. Вот таким типом персонажей я еще никогда не играл, поэтому хочется мне по максимуму прокачаться, по максимуму поиграть в очень крутом легендарном шмоте, в котором я до этого еще никогда не играл. Повыполнять дополнительные миссии, так как я прошел Skyrim в свое время, как только игрушка вышла в 2011 году. Я прошел просто сюжетные миссии и несколько дополнительных, и то те, которые мне были интересны. На самом деле, они оказались не особо интересными, посмотрев некоторые гайды на YouTube. И для себя я сделал вывод еще раз перепройти игрушку и выбрать уже другие, более интересные второстепенные миссии, так как в этих второстепенных миссиях можно выбить очень крутой шмот, легендарный шмот, зачарованный, начиная от доспехов, заканчивая оружием, камнями и всем остальным крутым. Но Skyrim есть Skyrim. Это очень здоровый мир. Это изучение мира в одиночку. Также можно брать с собой питомца, которого я потом со временем обязательно возьму. Ну, я знаю уже, как это делается, и там будет видео у меня отдельно на YouTube, когда я возьму питомца. И сейчас я открыл первый город, ну, точнее, не город, а поселок. Это Ривервуд. И мне, по-моему, нужно сейчас пойти к кузнецу. Да, он отмечен у меня на мини-карте. И сейчас я и пойду к кузнецу. Сейчас мы послушаем, как они поговорят. А это красивый лесной эльф с такими красивенными глазками. Ну, пойдем в дом. Перед этим я хочу подзаточить. Только точить я буду кинжал. Заточил кинжал. Могу еще, в принципе, тут сделать кражу, но... Меня не видят. По крайней мере, перед этим меня не было видно, мне показало. Но, ладно. Не в этом дело. Давай зайдем в дом. И начнем прохождение пока сюжетной кампании. Пока я не доберусь до второстепенных интересных миссий и заданий. Итак. Поговорим с кузнецом Алваром. Могу я поработать твоей кузнецей? Ты можешь поделиться со мной припасами. Что происходит? Что вы тут делаете? Итак. Что я хочу взять? Атаки одноручным оружием наносят на 15% больше урона. Окей. Так. Кольцо малого удара я могу взять. Одежда с поясом. Отмычка. Слабое зелье. Возьмем отмычку. Слабое зелье. И кольцо малого удара. Дракон напал на Хелген и разрушил его. Дракон? Хелгене? Да. Теперь понятно, что я видел. Он летел над долиной с юга. Я надеялся, что меня глаза подвели. Это верно. Я его видел. Просто боялся поверить своим глазам. Дракон. Тут, в Скайриме. Куда катится мир? Сперва война. Теперь драконы. Беда никогда не приходит одна. Надо сообщить Ярву, что в округе появился дракон. Это уж точно. И мне он сейчас даст задание сообщить Ярву пойти в Вайтран. Конечно, ты будешь у меня в долгу, потому что я помогу тебе. Так, припасами ты можешь... Как мне попасть отсюда в Вайтран? Пойдёшь реку, а потом иди на север. Увидишь его сразу за водопадом. Когда придёшь в Вайтран, продолжай подниматься выше. На вершине холма стоит драконий предел. Дворец Ярва. Что ты можешь мне рассказать о Ярле? Могу я поработать твоей кузнице. Окей. Сигре! У нас гость. Ну что ж, Хадвар, прощай. Спасибо, что помог мне набить на тебе уровень скрытности по максимуму. И я побежал в драконий предел, который находится в Вайтране. Ну что ж. Есть версия Скайрима. С улучшенными текстурами. Называется Special Edition. Но её я не качал, так как мне главное не текстура. Я скачал немножко другую игрушку, в которой просто вшиты все официальные дополнения DLC. И напомню, что это пиратская версия Рэпак от команды Механики. И сейчас, наверное, я спрячу оружие. И понемножку буду подниматься наверх для того, чтобы... На! Итак, что я могу взять? Лолча шкура. Не хочу. Буду подниматься наверх, пересеку этот предел для того, чтобы попасть уже в драконий предел. Скайрим всегда захватывал своим необъятным миром, в котором спрятано очень много опасностей, секретов, интересных миссий и интересных героев, персонажей, масса драконов, второстепенных героев. В общем, это то, за что многие очень любят эту игрушку The Elder Scrolls Skyrim. Все-таки ребята в свое время, в 2011 году, из компании Бефезда, очень постарались. Так, а там мы видим, на людей напал великан. Ну, великана трогать я не буду. Он мне сейчас не так важен, поэтому я пойду просто в город. С великаном они уже справились, поэтому можно просто проходить мимо. Сейчас на улице ночь, графика у меня выкручена на максимум, поэтому можно спокойно наслаждаться красивенной графой, двумя лунами. Боже, я никогда не обращал внимания на такую луну. Посмотри, как круто, да? Смотри. Вид от первого лица сейчас я возьму. Просто обалденно. Итак, заходим в Вайтран. Сейчас, как и нам указывали, будем подниматься на самый верх, чтобы прийти в Драконий предел. Там, где сидит Ярл Вайтрана и округи. Ну, нашими словами, мэр. И буду понемножку проходить уже сюжетные миссии, буду качаться, буду получать уровень. Ривервуд просит помощи. Скорее проходи. Ярлан найдешь в Драконьем пределе. Это на вершине холма. Конечно. Так и поступим. Спасибо, стражник. И непосредственно залетаю в сам Вайтран. Да, сейчас на дворе глубокая ночь. Поэтому мне нужно подниматься сейчас на верхний квартал. Я нахожусь на нижнем квартале. Мне нужно пройти через нижний квартал на верхний. И вот во всей красе открывается у нас Драконий предел. На самом деле, очень хорошо поработали геймдизайнеры тоже над этой игрой. Потому что такие декорации придумать, разработать это очень тяжело. Здесь сотни маленьких поселений, десятки очень больших городов, в которых просто можно реально потеряться. И все персонажи с тобой разговаривают, готовы дать какой-то тебе квест. И просто так, мимо них, ты можешь пройти, а можешь найти для себя очень интересный, увлекательный квест. Который может дать тебе деньги, опыт. И пошло-поехало. Давай подойдем к Ярлу. Это темный эльф. Ауэр сообщает, что Ривервуд в опасности. Мне было велено передать сообщение лично Ярлу. Ну хорошо, я думал зайти издалека. Давай. Дракон разрушил Хельген. Конечно, не будет я у него сколько ништяков взял. Да. Нет. Дракон. Я свидетель нападения на Хельген. Так, это что у нас валяется? Просто на полу валяется винишко. Нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах... Ярл, полкрито восприняется. ...страшные опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть, сложа руки, пока дракон сшет мои владения и убивает моих людей. Арилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой Ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Давай, валей, я еще с Ярлом поговорю. Безумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Ой, сколько еще городов будет у меня. Ярл, в знак моей признанности, ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Окей, Ярл. Так, но сначала я хочу сделать себе уровень. Так, новый уровень. Что я выберу? Я выберу, наверное, здоровье. Еще я выберу здоровье. Затем я выберу магию. И еще раз я выберу магию. Затем опять здоровье. Запас сил, запас сил. Так. Здоровье. Еще раз здоровье. Здоровье. Запас сил, запас сил. Магию, здоровье. Здоровье до 200 я довел. Итак, колдовство, алхимия, иллюзия, красноречие, карманные кражи, взлом. Итак, переходим в скрытность. В скрытность мы открываем первое. Окей, на 20% труднее вас обнаружить, когда вы крадетесь. Далее. Скрытые атаки одноручным оружием наносят в шестеро больше урона. Отлично, это как раз то, что мне нужно. Далее. Скрытые стрелковые атаки наносят в трое больше урона. Отлично. И вот то, что мне надо. Клинок ассасина. Скрытые атаки кинжалом наносят 15-ти кратный урон. Так, здесь я могу еще, в принципе, поиграться. Приглушенные шаги. Броня издает на 50% меньше шума. Отлично. Далее. Легкий шаг. Нажимные пластины не срабатывают, когда вы наступаете на них. Окей, в принципе, можно открыть. Бесшумный кувырок вперед. Тишина. Это все бесшумно. Хорошо. Так. Клинок ассасина я прокачал. Теперь я хочу прокачать еще стрельбу. Обязательно. Стрельбу и одноручное оружие. Осталось у меня 11 способностей. Сильная рука. Одноручное оружие наносит на 20% больше урона. Так. Это не все еще. Двуручное, тяжелая броня, кузнечное дело, зачарование, восстановление, разрушение, колдовство. Ага. Итак. Хорошо. Навык стрельба. Избыточное натяжение. Луки наносят на 20% урона больше. Хорошо. Поехали дальше. Критический выстрел. Твердая рука. Мощный выстрел. Давай сделаем 2. Ага. Не положено мне по левелу. Теперь переходим в одноручное оружие. Одноручное оружие наносит на 20% урона больше. Окей. Силовые атаки одноручным оружием на 25% меньше силы. Силовые атаки одноручные оружием на 20% лучше. Так. Теперь мне нужна легкая броня. По поводу легкой брони. Класс легкой брони увеличивается на 20%. Скрытность. Нужно качать скрытность просто по максимуму. 4, 5. Итак. Тихий кувырок. Окей. И тишина. Ходьба и бег не влияют на обнаружение. Отлично. Воин в тени присел. Вы мгновенно оставляетесь в бою. Противники не в расстоянии теряют вас из виду. Все. Итак. У меня 18 уровень. Благодаря тому, что я накрепил в пещере нашего соратника верного. Какой мне помогал прийти и напомню, я сделал такую фишку, которую я посмотрел на ютубе. Я просто увеличил свой уровень скрытности до 100 очков. И можете видеть, я просто сижу перед ними. Они меня не видят абсолютно. Какое отношение это имеет? У меня еще и мыслитель. Может быть ты даже ученый? Видишь ли, когда начали ходить истории о драконах, многие отмахивались от этих слухов и мифов. Как от невероятного. Верный признак дурака. Но я начал собирать сведения о драконах, ища ответ на вопрос, куда они пропали много лет назад, и откуда они взялись. Так что от меня требуется? Забрать драконий камень. Камень, который хранится в храме холодных водок. Иди в храм ветреного пика. Найди эту скрижаль. Она, скорее всего, в главном чертоге. И принеси ее мне. Все просто. Учишься мастерству? Начнем с зачарования. Возьми зачарованное оружие или броню. Потом используй пентаграмму душ, чтобы познать его секрет. В результате предмет будет уничтожен. Так что соблюдая осторожность. Когда выучишь зачарование, тебе понадобится наполненный камень душ и предмет, который ты будешь зачаровывать. Для этого тоже... Мне зачарование просто тоже понадобится. Мне нужен будет самый легендарный лук, и самое легендарное одноручное оружие. Кого ты поддерживаешь? Встречал ли ты драконов? Что у тебя есть на продажу? Да. Книги. Заклад душ, исцеление, каменная плоть, лечение, магический свет. В общем, у него можно купить все, что угодно. Ну что, побежали дальше? Как можно скорее. Мне вообще не мешало бы подойти к торговцу. И начать понемножку, так сказать, увеличивать свой потенциал в плане оружия и брони. Ну что ж, друзья. Это была первая часть The Elder Scrolls Skyrim. С вами был Антон. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых частей видео. Пока-пока.